Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. Несмотря на все видео, которые я делал ранее по системе охлаждения, по расположению насосов, по схеме подключения клапанов местам, точкам вреза и так далее, все равно у вас остались вопросы, куда же конкретно надо поставить этот клапан, вплоть доходит до того, что ребята пишут, хорош уже схема. И ткни пальцем, куда конкретно надо врезать клапан, в каком направлении движется охлаждайка, где вход в печку, где выход, где выход на головку, то есть люди до того запутались. Вот, поэтому сейчас я доеду до гаража и расскажу вам подробно, что куда идет, куда чего врезается. Буду показывать это на конкретных шлангах, тыкая в них пальцем и говоря, что жижа движется вот сюда вот, или туда вот. Поехали! Итак, друзья, начнем с тех, кто не знает, в какой патрубок печки подключать дополнительный насос. Друзья, вход в печку – это патрубок, который ближе к крылу по ходу автомобиля. То есть, вам для ориентира – топливный фильтр, патрубок, выходящий из печки. Для того, чтобы вам проще было сориентироваться, соединяется с патрубком расширительного бачка. Вот он, наверху. И тот, который нужен – патрубок, входящий в печку. Насос ставится Бошевский. Ссылка на этот насос будет в описании. Жидкость должна циркулировать из насоса в печку. Вот в этом видео очень подробно я об этом рассказывал. Теперь переходим к вопросам ребят, которые демонтировали, либо наглухо отключили EGR двумя заглушками с двух сторон. И задают вопрос, что же делать теперь с радиатором. Потому что охлаждающая жидкость продолжает циркулировать в этом радиаторе. И учитывая, что теперь подогрев за счет выхлопных газов отсутствует, этот радиатор постоянно охлаждает печку. Так как он подключен прямо непосредственно перед ней по системе охлаждения двигателя. И вискомуфтой он охлаждает. Итак, смотрим. У меня радиатор EGR вообще отсутствует. А соединено следующим образом. Патрубки EGR, два штуки, которые вот здесь установлены, они демонтированы. Я вам объясняю практически на пальцах, чтобы вы понимали, что куда соединять без всяких лишних вопросов, без всяких схем и так далее, как и обещал. Так вот, шланги, которые ранее шли на EGR, демонтируем с двигателя. На левый патрубок, если смотреть на автомобиль спереди, вот так вот, устанавливаем патрубок, который соединяется непосредственно с водяным насосом, который далее уходит в печку. И таким образом мы больше не охлаждаем вискомуфтой радиатор EGR. А оставшуюся трубку по желанию вы можете заглушить или оставить так, как хотите. Плюс не забывайте, что после демонтажа EGR у нас в системе останутся патрубки, висящие в воздухе. Он тот вон синий, просто чтобы вы понимали. На него одеваете шланг и глушите. Это слив из обогрева клапана EGR. Подачу на клапан EGR, вот она, тоже синенький шланчик у меня одет. Соответственно, тоже глушите. Отдельно хотел бы обратить внимание на точки подключения для владельцев Vibasto, либо будущих владельцев Vibasto. Итак, у нас вход в печку с оборудованным насосом, к примеру. В моем случае соединен напрямую минуя линию EGR. В случае, если у вас EGR не демонтирован, патрубок из насоса должен соединяться вот с этой трубкой. Это и есть выход с EGR в обычной схеме охлаждения подфайндера. Так вот, тот самый клапан, о котором я рассказывал вот в этом видео, ссылка на этот клапан будет в описании к этому видео, врезается вот сюда вот, перед насосом, который установлен перед входом в печку. И жидкость должна циркулировать в том направлении, в сторону насоса. То есть, вот в этот участок врезается клапан, здесь выход в Vibasto, клапан, вход с Vibasto, который идет дальше в насос. Насос подхватывает эту жижу и гонит в печку. На этом вопрос по подключению и месту соединения дополнительного насоса, подключения Vibasto, отключения EGR по системе охлаждения. Лично я считаю закрытым, но если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии. Я сниму еще одно дополнительное видео, еще более подробное. А вы не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и не болейте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok